Бенуа, Мандельброд и Цвакталы Понятие о факталах нащупывалось с самой древности. Древний египетский бог Тот, который у древних греков переименовался в Гермес Трисмегиста, говорил Познаем величайший секрет Вселенной, как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. На фото вы можете видеть Тот. Это персонаж между любым на стуле и весами. Вместо головы человека у него клюв, а значит птичья голова. Ученый, который разработал понятие о факталах с математической точки зрения и даже создал само это название, это Бенуа Мандельброд, 1924-2010 гг. Один из лучших фильмов, который я видел на тему о факталах, с участием самого Мандельброда, это «Цвета бесконечности» – «The Colors of Infinity». Рассказ в фильме ведет Артур Кларк, знаменитый ученый-фантаст. Сергей Федосин, один из физиков-теоретиков в области теории о бесконечной вложенности материи, в письме ко мне пишет, «Фактал» – это геометрический объект с особыми свойствами, которые делятся до бесконечности на самоподобные части в отношении формы этого объекта. Один пример фактала – это снежинка, где узор на ее конечностях подобен самой снежинке. На фото внизу мы видим другой пример фактала, на этот раз из области овощей. Здесь мельчающие детали, кажется, цветной капусты, аналогичны капусте в целом. Сергей Федосин дальше пишет, «Фактальное свойство присуще всем объектам в природе, но проявляется в них в разной степени. То, что в природе обнаружены уровни материи с подобными свойствами, означает, что Вселенная есть фактал особого рода. Это структурный фактал, фактал не только в отношении формы объектов, составляющих уровни материи, но и в отношении физических и других законов, управляющих состоянием и движением материи». Итак, важнейшее свойство Вселенной – это фактальность, то есть самоподобие на различных уровнях, проявляющихся в отношениях между различными системами, физических законах, которые ими управляют. Например, тот факт, что закон для притяжения между двумя телами имеет ту же форму, что и закон о притяжении между двумя электрическими зарядами, позволяет нам предположить, что гравитация и электричество – суть одно и то же, но на различных уровнях материи. А значит, если мы можем говорить о плюс и минус электрическом заряде, мы сможем говорить о плюс и минус гравитации. Электрон – это аналог гравитона. Вселенная структурирована фактальным образом. Как мне кажется, именно фактальность Вселенной делает возможными три основных закона диалектики, о которых говорит Энгельс. Это, во-первых, закон отрицания-отрицания или тезис ведет к антитезису, ведет к синтезу. Во-вторых, борьба и единство противоположностей. В-третьих, переход количества в качество и наоборот. Возьмем, к примеру, последний закон. Повышение температуры в воде в чайнике приводит к кипению воды и перехода ее из водного состояния в газ. Аналогичным образом преврастает и знание постепенное складывание отдельных навыков и кирпичиков в конечном счете может привести к весьма удивительным открытиям и приборам. Аналогия между этими двумя событиями возможна потому, что законные развития аналогичны как в одной сфере, так и в другой. Эту закономерность Гегель резюмировал в законе перехода количества в качество и обратно. Однако, сама аналогия или параллельность или симметрия в развитии возможно, как мне представляется, потому, что закон в одной сфере тот же самый, что и в другой. Вот эта симметрия между двумя законами в различных сферах и есть фракталь. Это означает, что понятие о фракталах должно быть добавлено в законы диалектики. Наиболее важным фракталом является спираль или вихревое движение. Эту форму можно наблюдать в таких различных явлениях, как движение некоторых атомных частиц в специальной камере, водоворот воды в реках и океанах, атмосферные явления типа ураганы, формы движения большинства наблюдаемых галактик и так далее. Знания, впрочем, как и история, также развиваются в спиральной форме. Фракталы обладают свойством красоты, поэтому, например, фракталы в форме спирали были взяты за основу башни Татлина в Советской России в 1919 году и для формы музея Гугенхейма в Нью-Йорке в 1959 году. Фрактальная природа Вселенной делает возможной гармонию между различными частями Вселенной. В этой гармонии заключается красота, ибо таким образом мы можем приобретать знания, например, когда мы судим об неизвестном Б, исходя из известного А. Теория фракталов подводит нас к вопросу о красоте. Что такое красота? Спасибо за прослушивание. Игорь Негода. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!